Добрый день снова, дорогие друзья. Начинается четвертый. При случае последняя партия матча. Гельфманду необходима победа. Е4-C5. Он должен играть, конечно, что-то остро. Или, по крайней мере, сложную. Здравствуй, я бы хотел... У нас Владимир Крамник, да. Владимир Крамник сейчас. Да, произошла замена в нашей сборной. Комментаторской. Слуму 5, конь D7, D4. Конь F6. Этот ход я еще помню в детстве. Я знал. Тут есть ловушка. Я помню такого типа D7-C5, конь C3-C6. Что-то в этом роде? Да, я помню. В детстве я играл. Это с детства. Ну, неважно. Конь F6. Ну, белые пойдут конь C3-C5 сразу. Вот это, кстати, интересно. Есть такой ход, по-моему. По-моему, какая-то теория была. Но он довольно остро. Е4-C5-C5. Да, это борьба. Да, это борьба. Ну, да. Как бы... Правда, он слишком уж быстро сыграл. Это немножко наводит на раздумие, что, может быть, он какие-то форсирные ничьи знает. Ну, конь C3, да. Конь C4 как-то напрашивается ход в такой ситуации. А я думаю, что в ЦД нельзя пойти на Е5? У меня просто такое... Может, я что-то зеваю? Ну, наверное, нельзя. Ну, Ферзем, наверное, бьем. А, Ферзем просто. Да, Е5-Е5. Наверное, так. Наверное, да. Ну, и, да, какая-то теория. Ну, там еще можно Е5-Е5-Конь-С3. Не, ну, на Е5 напрашивается Ферзем 5-Шах. Да. Конь C3-Конь Е4. Но на этой... По-моему, это теория, да. Типа рокировка. Или, может, даже... Да, конь C3-С7-С7-С7-БЦ. Какая-то такая есть теория, по-моему. Если я не ошибаюсь. Ну, да. Хотя, вполне вероятно, что я ошибаюсь, потому что... Думаю, что не ошибаюсь. Я никогда не играл этой позиции. Думаю, что не ошибаюсь. Тут, может быть, только Ферзь Д2 еще. А. Да, нет. Ну, почему БЦ? Мне кажется, логично. Потому что... Ну, это сложная позиция там. Можно даже взять. Она, конечно, объективно рискованная для черных. Но уже время прошло, когда... Объективных решений уж точно прошло. Да, да. Тем более, Виша, надо, честно сказать, играет этот матч. Ну, я не могу сказать, что очень плохо, но как-то не очень хорошо уж точно. Ну, матч уже как бы закончился. Мы говорим больше о быстрых шахматах. А быстрые имеют свою специфику. Я сам играл вот такой тайбрек с Топаловым. И у нас, правда, качество было довольно высокое, но, тем не менее, нервное напряжение страшное. Нет, нервное напряжение совершенно не выносимо. Поэтому в этой партии, да. Для простых смертных. Да. Ну, скажем так, уже третья партия было видно. Да, уже видно было, что очень нервничают оба. А сейчас, конечно... На самом деле, как ни странно, в этой ситуации, мне кажется, как ни странно, Борис скорее успокоится. Потому что, ну, шансов мало. Обычно ты успокаиваешься, ты просто пытаешься использовать свой шанс. А вот как раз то, что Анан будет, что называется, на нервах, это однозначно. Ну, у нас есть опыт. Мы знаем, что, ну, конечно, не такая высокая ставка, но вот имеется в виду тайбреки, первенство Кубка Мира в Канты-Мансийске. Очень часто черные по заказу выигрывали, например. Статистика из Таркани. Да, да, да. Бывает. И, ну, я могу сказать, что Борис, в общем-то, оказался здесь, потому что он отыгрался в матче с Канским, в полуфинальном матче в Казани. Да, он смог отыграться в черные последние парки. Это было чудо, конечно. Чудо. Да, так что пока еще рано думать, что все уже там... Ну, пока вот это стоит позиция. Е5 пошел Анант. И... Может, я подумал, А6 может какой-то ход сделать. Нет, ну, А6. Ну, А6 как-то... Нет, слону идет на Е2. Я думаю, я тоже взволнован не меньше, чем... Да, да, да. Не, ну, я просто думаю, как... Меньше, конечно, да. Не, ну, дело в том, что, опять же, да, если мы смотрим, с теорией, а Анант, судя по быстроте игры, наверное, знаком, конечно, по возможности в такой ситуации лучше уйти с каких-то проторенных путей, да, в этой позиции. Я не знаю, КНЕ4, Ферзь Е5, КНЕ4, тем не менее, выглядит здраво. Я думаю, он считает ЦД, хоть, наверное, тоже, да. ЦД, Ферзь Е4? Ну, ДЕ, КНЕ5, Е6, просто А6. Ну, это упрощается сильно позиция. Ну, зато слона забрали. Ну, можно, конечно. Можно, не... Ну, я думаю, что там все-таки... Ну, можно, вот, например, такое ходить. Я не знаю, тут, конечно, можно попробовать там пожить. Сюда это идея Владимира Крамника, я имею в виду. Да, я знаю, наверное, люди, которые сейчас включены компьютеры, может, они что-то изъеваем, наверное, но я пока не вижу, что изъевают. Шах, КНЕ3, я думаю, логично. А, да, КНЕ3, ну, да. Ну, так, знаешь, по-мужски, если по-мужски, что называется. Но, с другой стороны, по-мужски это, конечно, рискованно. Взять на DCM там как-то, хотя нет. Я думаю, он согласен по-женски сыграть. Да, нужно выиграть. Не, наверное, по-мужски не поставить. А, может быть, на CD рокировка просто. Нет, здесь хорошо у черных. Нет, на CD, я думаю, самое простое, вот так, что приходит на ум первую очередь. Ну, тем не менее, мне кажется, здесь игра есть. Скажем, ДЕ, да. Да, ДЕ. Конь бьет, Ферзем тоже можно. Ну, это уже очень. Ну, КНЕ6, А6, А6. Обязательно, чтобы двух слонов получить по возможности. Ну, да, тут надо бить, да, на ДСЕ6. Ну, слон идет Ферза 5 шаг, это отлично. А вот здесь как бы два слона, ну как. КНЕ3. Да, но это игра все-таки, даже Ферзем, 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 Ферзем. Ферзем, 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 Ферзем. Это абсолютно игровая позиция. Тут Борису надо сделать еще тяжелый выбор, на самом деле. Он опять тратит все время. Тут он снял для вероятности пиджаков. В прошлую партию он снимал пиджак, я не помню. Да, ну... Не помню, я не обратил внимания. Я, вообще, например, всегда снимаю, когда игра сегодня быстро шаг, это как-то мешает движениям. Мешает. И обычно я знаю, что вот на сцене обычно уже так обстановочка накаляется в прямом смысле, не в переносном, а в прямом смысле, то есть температура поднимается со временем, и в пиджаке немножко и жарко становится, поэтому я бы на его месте снял бы пиджак. Да, ну вот на самом деле с CD все не так уж плохо. Опять мне не нравится, опять он тратит очень много времени в дебюте, но все-таки это непрактично. Не, ну непрактично, я согласен, но здесь цена уже очень хода большая, что-то не упустишь, какая-нибудь форсированная ничья, и все закончилось. Поэтому здесь-то я бы еще простил бы, простим его, да? Простим. Ситуация, мягко говоря, неординарная. Вообще такую ситуацию мы редко видим, что матч на первенстве мира, тайбрейк, решался в быстрее шахматы. Ну, второй раз был за историю, я один раз сыграл в стопал. Владимир это пионер, первый открыватель, а Борис его и Виши это продолжатели, последователи, можно сказать. Ну, кстати, я подумал, мы тут обсуждали вот с другими шахматистами, тут, по-моему, весь цвет шахмат собрался в фрес-центре, и подумал, что, может быть, кстати, имеет смысл на следующий раз, если уж все так будет, такая система, может быть, сделать еще один тайбрейк, если 2-2, еще один день быстрых шахмат, все-таки, чтобы как-то оттянуть этот блиц, скажем, парами, да, по две еще, да, и тогда уже, если снова 1-1 и 1-1, ну, тогда уже блиц, может быть, это было прозорно. В ферзе 5 шахстал Борис сразу. Все-таки он решил, решил пойти... Ну, очень непрактично все-таки, но я не знаю, я бы так быстро сыграл бы, честно сказать. А чем Анан думает, вот такой вопрос? Анан занят за доской, по-моему. А, его нету доской, да? Мне кажется, да, Анан занят за доской, он думает, может быть, это совсем просто... Возвращаться на сцену или не мне? Может, он считает, ну, играл я плохо, и тайбрейк, и матч не очень хорошо. Может быть, уже ладно, сделаем все по совести, решим влиться на нашу судьбу. Но я подозреваю все-таки, что мне это не такой вход в его мысли сейчас. Или заблудился где-то за сценой. А может быть, поклонники Бориса Гельфа для тайны и утащили его куда-то. Оттащили его в сторону, чтобы он не смог вернуться за доску. Такого, правда, еще не бывало в матчах на первенство мира. Но Олег Хабида начало, с другой стороны. Ну, вообще, Анан все время тут сидел. Видимо, для него тоже давит этот груз. Ну, это... Это последняя партия. Я как говоря, давит, да. Все-таки нет, все-таки им удалось вырваться от своих преследователей. Я вот носил за доску. И задумался. И задумался. Думаю, что конь С3 последует, могу дать большой ответ. Конь С3, конь Е4. Конь Е4, да. Да, но то, что вот, как бы, можно было исполнить все это побыстрее, конечно. Слон Д2. Слон Д2. Ну, совсем не хочет рисковать, Анан, хотя... Вот, наверное, теория, мне кажется. Как раз. Вот это, как раз, как кажется, теория. Не знаю, может быть. Но, судя по тому, с какой скоростью, надо признать, играл Виши в предыдущей партии. И, в общем, далеко не теоретическую пыльцу. И далеко не самые очевидные ходы. И далеко не самые хорошие. Скажем, не самые... Да, то есть не факт, что это теория. Может быть, он вошел вот этот режим. Я замечал, у него такое бывает, что когда он очень нервничает, и он выходит в этот режим, так сказать... Он, наверное, не пытается сделать лучший ход. Но дело в том, что он один из немногих в мире, который может в этом режиме по-прежнему делать очень приличные ходы. Потому что... Ну, что? Коби Д2, да, наверное? Хотя бы слона забрать. Хочется слона уничтожить, наверное. Интересно, неужели Борис не знал тут ничего? Я думаю, что... Ну, не знаю. Может быть, он и не знал. Нет, ну, есть какой-то еще возможность сыграть КЦ3, Слон Д7, Слон Д7. Слон С3, КРС6. Слон С3, да, покажем. Да, но это как-то все-таки уже Д5, нет, Д5. Белый надо бить. Тут даже думать ничего. Мне кажется, зря даже думать. Слон С3, КРС6. Слон С3, КРС6. Слон С3, КРС6, да. Он бьет на С3, тем не менее. Тем не менее. Мне это очень не нравится, что это такое. Потому что здесь просто... Слон С3, Слон Д7, Слон С3. Да, очень странное решение. Потому что у Сверси 3, Д5, я не всем понимаю. Ну, Ферси 6, наверное, он пойдет, я думаю. Д5, ну, хорошо. Ну, можно играть. Три нуля. Играть. Конь-Ж5, что ли? Ну, Ферси Д2 просто, не знаю. Ну, Е6 потом. Может быть, да. Ну, имеется... Понятно. Нет, на самом деле Конь-Ж5 выглядит как... Может, он Д6 просто хочет пойти. Ферси А6 он пошел. На Д5, наверное, Е6 хочет пойти, да? Может быть, Е6 сразу. Ну, тут новый ДЦ исходил. Не, ну, хорошо. Хорошо. Позиция еще далеко не определилась. Понятно, что объективно... Я боюсь, что объективно просто у белых лучше. ЕД может просто быть. А пусть будет. Он готов пойти на лучшую, но сложную. На худшую, но сложную. Она такая уж сложная. В этом вся проблема Бориса, мне кажется, что даже если ЕД как-то тупенько, то, что называется, сыграть. А вот Виши тут главное не прогадать, кстати. Да, тут выбор, конечно, очень серьезный и довольно перспективный для белых выбор, но... Ну, Д5, конечно, так, рука сама идет пойти Д5 в этой позиции. Да. И руки тянутся к перу, перо к бумаге, по-моему, мгновение и стихи свободно полили. Что-то в таком роде. Я не думаю, что это ход мысли Ананда на данный момент. Я что-то мне кажется вряд ли... Д5, Ферси 4 еще можно. Ферси 4, я думаю, да, но Ферси Д2, правда, все равно. Ферси 4, шаг. Ну, король в ходиле. Ну, хорошо, но это, по крайней мере, ну, да, это опасно. Я согласен. Три нуля. Я бы не рискнул. Это может закончиться довольно быстро, да, в этом вся проблема, что да, это какая-то борьба, но... Ну, тем не менее, мы видим, что Ананда... Ну, хорошо, сейчас очень важный выбор. Ананда не демонстрирует четкости в этом матче, а тем более в быстрых шахматах. Да, практически с точки зрения он делает хорошие ходы, но четкости именно вот... Ну, не демонстрирует, ну, прямо скажем, демонстрирует хорошее практические решения. Да, согласен, согласен. А четкости и цельности, ну, никак нет. Ну, в прошлой партии он получил на такую позицию, ну, я не знаю, с запатлованными фигурами, ну, чудо, что все так. И потом уже в хорошие позиции перешел в Эншпальт, там, где тоже чудом сделал ничью, в общем-то. Да, да, нет, ну, в прошлую партию, да, конечно. Прошлая партия, конечно. Не будем судить по уровню Ананда по третьей партии. Нет, нет, ну, она простящая шахматиста, все такое, тут можно повторяться миллион раз. Тут чисто вопрос нервов, конечно. Но это вопрос, да. Но я не думаю, что он станет нервничать в этой партии меньше, чем в прошлой, поэтому... Партия для него может стать завершающей, завершающим венцом всех этих 20 с лишним дней и месяцев подготовки. Да. Все-таки это, это примерно, я не знаю, как финал у Имблдона, например, теннисист играть. Это как тайбрек, финал у Имблдона, да, например. Хотя, по-моему, как раз в Имблдоне тайбреков-то нет, но... У Имблдоне есть, это Иосопен, нет тайбрек. В пятом сети. В пятом сети ты имеешь. Да, в пятом сети, да. Но вот примерно с этим можно сравнить и... А нет, у Имблдона нет, конечно, тайбреков. Тайбреков нет, у Имблдона. По-моему, Варал Ангарос, кажется, есть. Нет, они есть везде, кроме у Имблдона как раз, наверное. Может быть, да. На Иосопен, по-моему, они тоже есть, потому что... Ну, или мы можем сравнивать с тем, что... Ну, я помню, Федерер Родик, Федерер Родик матч, там 50... Там был счет типа 36-34, если мы помним. Последний сет был на Имблдоне. Что-то такое рекордный был сет. Мы будем надеяться, что сегодня все-таки до 12 ночи все-таки закончится матч. Да, это правильно. Ну, что? ЕД. Ну, вот это мне тоже... Мне кажется, что это очень практичное решение ЕД. Оно, конечно, не очень амбициозное, но очень практичное. Ну, да, ему не нужно, в общем-то, слишком амбициозным быть. Потому что Федер Д6, я думаю, что, скажем, Федер Е2, и у белых очень большая инициатива... Ну, практи... Ну, инициатива... Нет, я думаю, что ЕД, наверное, последует. ЕД как-то более сложно. Ну, просто даже особо... Да, ЕД, но вот вопрос, что в том, что, может быть, белые пойдут ДЦ, ДЦ... И теперь, ну, конечно, у черных есть два слона, но... Но, с другой стороны... Ну, мы видели уже, что у них было два слона в этом матче. В более благоприятной ситуации. Да, да, ну, ничего. Главное, что они все-таки пока рокироваться не будут. Кажется, если они рокируются... Ну, это уже лучше черных... Нет, ну, это уже... Нет, конечно... Нет, ну, я просто говорю для людей, я говорю для наших слушателей. Конечно, я понимаю, что хочется очень сделать ничью белым, но не до такой степени. Нет, может быть, он собирается после ЕД и ЕД просто сыграть Федер Д2. Федер Д2. Здесь по Е5 я тоже думал. Три нуля. Нет, вот без ДЦ. А, без ДЦ. Окей. Может быть, такая идея, и просто потом... А что потом? Федер Д2. Ну, ЕД надо бить, во всяком случае, Борис, конечно, явно непрактично. Я бы сказал, что на ДЦ 3-0 заслуживает внимания здесь. Да, да. 3-0 тоже... Я вообще не с тем понимаю, что он... Может, он все-таки хочет дать Федер Д2 шаг и, что называется, просто от обороны, да, но это, конечно, так... Ну, это как-то постыдно немножко. Ну, не то что, но это на самом деле непрактично, потому что в такой ситуации... С позиции силы хочется сыграть. Да, надо обязательно, не то, что хочется, а обязательно надо с позиции силы. А Борис вот думает, вот это я не понимаю еще. А с чем думает здесь Геркот, вот это я не понимаю. Потому что Федер Д6, очевидно, с точки зрения игры на выигрыш, не годится. Все-таки он не имеет свои тарелки совсем более. Ну, да, когда ты будешь минус один проигрывать в последней партии, вряд ли ты будешь свои тарелки. Но в данном случае это просто очень странно. Я прекрасно знаю, кстати, какой это стресс, эти тайбрейки. Я играл, конечно, не в такой ставке. Ну, и на турнирах ПСА, с тем же Анандом дважды. И я играл, помню, с Камским матч совершенно удивительный, в Ханты-Мансийске, где я там мог выиграть не раз, а в итоге проиграл на тайбрейке. Такое, на чем он думает, 3-0, он хочет пойти, извиняюсь, что перебирает. А я думал, в тем ходом, ну, конь Е5. ЕД, я думаю. Конь Бит, всем ладея Е8. А, вот надо этим думать, наверное. А вот это может быть интересно. 3-0, тогда надо делать быстро? Нет, не быстро. Ну, не знаю, ну ладно, я не буду советовать. Быстро это мы комментируем. Это комментирующим, очень легко сказать, что давай ходи, что ты там заселил. Я не буду советовать президенту на первенство мира. Да, я тут быстро. Не буду советовать. 3-0 интересного. Да, потому что на ДЕ еще ладея Е8 можно попробовать. Ух ты. Нет, интересных вот 3-0, безусловно, заслуживают внимания. Может быть, так и надо сыграть? Ну, конечно, белые в крайнем случае могут пойти ферзь Е2, ничего страшного до них не произошло. Но хоть игра началась. Чуть хуже, может быть. Ну, по крайней мере, по крайней мере, нищие быстрые черные уже могут играть, да, конечно. Нет, Борис все-таки 3-0. А вот интересно было 3-0. Не знаю, почему он не решился. Ну, наверное, посчитал, что-то посчитал, это очевидно. Может быть, ему не просто там конь Е5 и на ЕД комбит Д7, может быть, вот это вот. Ладея Е8 шах? Конь Е5, все-таки можно вернуться. Да, слон Д4, да? Ну, да, наверное, понятно, что там какая-то разгрузка будет конь Д7, и на ладея БД7 там ферзь в Ж4 куда-то, и там может даже король Д2 ладенешь, очень много разгрузится. Возможно, из-за этого. Ну, может быть. Ну, даже ЕД пока еще, как бы. Ну, борьба идет. Ферзь Е2 шах. Да, но это уже, конечно, такое, да. Понятно, немножко паническое, хотя надо признать, что, конечно, что-то уже очень реальное будет трудно черным сделать, но хотя бы черные получили, ну, по той турнирной, так сказать, ситуации, которая была, ну, черные получили игру хотя бы. Это уже очень... В общем, я, честно говоря, вообще не ожидал. Да, точно, ну, как бы... Понятно, что Виши, в общем, не возвращает, мягко говоря, против ничей, но вообще, ладно, не будем комментировать это все, давайте оставим. Да, но тут уже голые нервы пошли, и... Но это не очень хороший, мне кажется, знак для Виши, потому что это говорит о том, что он как-то... Посмотрим, сумеет ли Борис это использовать. Уверенности, что уверенности у него нет, была получена схема, потому что если у тебя есть, ты вряд ли сразу пойдешь чуть-чуть в худшее окончание и будет пытаться держать, я думаю, что... Ну, это как-то, ну, в наших временах еще советский шахмат, такая вообще не рассматриваюсь, я честно скажу, еще старые советские времена, добрые. Ну, что, какой ход сделал Борис? Времена меняются. Я был, конечно, на F6 поставленный, кажется. И мы меняемся вместе с ними, надо сказать. И мы стареем, да, да, и уже когда годы идут, уже хочется поменять побольше фигур, когда Ревен хочет, нужно сделать ничью. Ну, что, какой ход-то был сделан? А вот интересно, пока вот нам не показывают. Нет, 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 нельзя. Нам не показывают сейчас. Да, извиняемся, но я думаю, что, скорее всего, F6, да, F6, F6. 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 F6, F6, F3? Необязательный ход, но, возможно. Ну, нормальный. Нормальный, да. Там слом B2, он хочет отойти, перейти на... Ну, что черное, правда, не знаю, что сейчас солнце 6, король F7. Ну, да, король F7 пока. Ну, пока король F7, потом солнце 6. Ну, да. В общем-то, игра простая у черных. Да, так, чуть получше у черных, да, B6. В общем, да не еще работать и работать, Белом, до ничьи. Конечно, я не ожидал от Виши, честно скажу, при всем уважении, и я не хочу никого не критиковать, но я просто не ожидал вот чисто. Да, неожиданное было решение. Неожиданное решение, да. Ну, тем не менее, тем интереснее. А сейчас посмотрим, сможет ли Борис думать долго. Вот это, конечно, тревожный для него симптом. Мы видим, что в этом матче Виши как практик, ну, я имею в виду в тайбрейке, Виши как практик, но превосходит явно. Гельфанда? Ну, это было, в принципе, ожидаемо. Да, это было ожидаемо. В принципе, у Ананда главное преимущество, это скорострельность, что называется, и скорость мышления. И он его пытается использовать. То есть, он просто использует свои козыри. Борис, может быть, позиционно как-то чуть где-то временами поглубже играет, но это всегда требует времени. Да, то есть, это вопрос стиля. Поэтому оба играют, в принципе, так, как они обычно играют. То есть, я сам с Анандом, понимаешь, не одну партию сыграл в быстрые шахматы. Я отлично знаю, что очень трудно с ним играть быстро, потому что он как-то давит. Давит, во-первых, это очень непривычный ритм игры, когда так быстро играет твой соперник. И он как бы давит, и непросто. В общем, почти практически всегда ты отстаешь прилично по времени. Он мгновенно, конечно, хватает. По крайней мере, поверхностно схватывает позицию. Каких-то тонкостей он, конечно, может не видеть. Да, тонкости он не пытается разгадать, но он очень много ставит мелких ловушек. И очень быстро соображает, конечно, очень быстро. И колоссально практически это, сказать, данные. Кролю всем хочется пойти, тем не менее. Я не знаю, 3-0, но 3-0 тоже можно. Да, ну, конечно, Борис должен, как не должен, играть быстрее. Ну, 3-0, тоже можно 3-0, тоже хороший ход. Ну, я бы С6 быстро пошел, С6, Б6. Но надо как-то быстро сделать ход, потому что сейчас не критический момент в этой партии. Он будет, он будет. То есть, как ни сыграй, поица сильно не изменится. Поэтому надо запас времени иметь на будущее. Ну, да, С6. С6 пошел Борис. Все правильно, только можно было это все сделать быстрее. Хочется сказать... Ну, правда, 4-14. А, нет, шаг на Б5. А, шаг на Б5, это может быть интересно. Шаг на Б5. Хочется сказать Борис, Борис. Не, в этом плане тут сомнений нет, что он борется и будет бороться. Боец, он, кстати, очень, да, выдающийся. Если он два раза бы играл Камского в таких матчах, который сам выдающийся борец, Камский, то, конечно, это о многом говорит. Ну, что, куда пойдет король? На Д2 логично. Тогда он, может быть, там опасается каких-то возможностей. А Шаг, кстати, хороший ход, на самом деле. Ну, как сказать, король Д2, вопрос... Ну, немножко нарушает. С6, хочешь ли ты взять на Ф3? Вот это, на самом деле, вопрос. Потому что, с одной стороны, хочется, тогда ты гарантируешь себе небольшой пьес. С другой стороны, ресурсов игры на уровне становится намного меньше. Может, и не хочешь, но при случае так... Может быть. Я просто подозревал, что при случае Белый король сам может пойти на Д2. Ну, не знаю. Мне кажется, король Д2 логичный ход. Я не знаю, король Д3, что ли, но это что-то уже очень концептуальное. Король Д2 пошел Анант, кстати. А как пошел Борис в ответ? Ну, я продолжаю, что он хочет пойти С6. Сейчас мы не видим доску пока. Король Д2 пошел. Нет, уже сделаны ходы. Король Д2 пошел Анант. Да, Борис думает, мне кажется. Борис думает, а доску мы пока не видим. Я думаю, что логично С6. Да, вроде бы он С6 пошел. Ну, это очень логично. Да, С6, ладья АД1. Ладья АД1. Ну, то есть Анант, в принципе, дает... Король F7, то, что мы планировали. Да. Ну, что ж. Угроза сильнее исполнения, говорит Гельфанд. И пока он на F3 не бьет, совершенно правильно, я думаю, нечего. Правильно, конечно, да. Слон там сильнейший у него. Гордость позиции. Вообще, у белых не такая приятная позиция. Не такая приятная позиция. Да, потому что, по-моему, черный, что называется, даром. Плана не видно. Ладья Е8, слон Е7. Я не знаю. Ну, белый, наверное, ладья Е1, как-то ладья Е3. Вот как-то так ставить. С другой стороны, игра очень неконкретная. А именно в такой игре Анант не самая сильная его сторона. Да, это правда. Король C1, я бы не торопился ходом Король C1. Ну, допустим. Слон Е7, например. Наверное, слон Е7. Потому что Д5, я не думаю, что Д5 это угроза. Д5 это убивает слона своего. Ну, и своего, и чужого. Чужого, но чужого. Это очень такая маневренно становится партия после Д5. И все-таки два слона. Потом Б5, А5. Я, честно, не думаю, что она... Да, Д5 это убивает игру белых немножко. И белых, и черных, да. Но с другой стороны, как бы это... После Д5 можно быть уверен, что партия парится очень долго. Хотя и так, я уже уверен, что он слон Е7. Ну, Борис не боится. Естественно, это слон Е7. Я думаю, Борис может быть доволен исходом дебюта. Да, ну, конечно. Потому что... Просто счастлив, потому что... Форсированное ничие не получилось. Опасность, то есть блефовать ему сильно не пришлось, скажем так. Да, да. Он сделал все естественные ходы и получил немножко лучше. Ну, мягко говоря, это неплохо для черных. Другое дело, что, конечно, выиграть эту парицу объективно крайне сложно. Но тренд, как это говорится в современном мире, тренд в пользу Гельфана. Надо позвать на помощь Карпова, Фишера, который мастерски использовали. Ну, и Гарри Кимович, конечно, тоже на меня не обидится, если я упомяну его имя. Который, конечно, мать. Да, в общем, и Владимир Борисович, сидящий здесь, прямо скажем. Чтобы тут реализовать... Ну, по крайней мере, поставить серьезные проблемы. Потому что объективная позиция не очень приятна по игровому. Она наверняка не проиграна. Не, ни в коем случае. Не, ну, она очень даже далеко не проиграна. Она крепко, да. Но я думаю, что белый, наверное, конь Е1 надо сейчас играть. Д5 все-таки ходит, видишь, он, я думаю, ходит... Ох, 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 по мне очень не нравится. Мне кажется, конь Е1, в последующем Ф3, конь Д3 было очень так крепко. Очень крепко, да. Там как-то белые сразу закрепляли. Поец сейчас все-таки... Все-таки можно быть уверенным, что... Наверное, конь Д2, но можно быть уверенным, что будет долго черный давить. Слом Б2. Теперь Б5 напрашивается. Б5, конечно, да. Чтобы не взять С4, правильно? Ну, не то, что... Ну, в любом случае, про захваты пространства. На С4 тоже Б5. Б5, А5, А4. Кажется, поэция, в общем-то, улучшается с каждым ходом, поэция черных. Мне кажется. Виши, конечно, здесь... Ну, крайне не уверен. Я говорю, скажем, ну, крайне просто не уверен. Ну, он чувствует где-то, что пока... Не то, что чувствует, но он понимает, ну, в общем, не знает даже. Не будем, в общем, не будем мудрствовать. Что тут уже? Мудрствовать, да. Да, мудрствовать мы не будем тут. Хочет... Ну, скажем так, человек очень хочет сделать ничье. Очень хочет остаться еще на два года чемпионом мира. Мы его за это не можем осуждать никак. По сегодняшней... По вот этой игре, в этой партии, немножко слишком сильно хочет. Можно так и не сделать, но... Ну, наверное, Владей один как-то там по линии Е сдваиваться. Менять фигуры хотя бы потому что... Хотя, в общем, не знаю. У черных очень ясный, простой план. Всегда говорили, это писал и Карпов, и Каспаров, что вот такая игра... Все это знают, что игра вот так на ничью, прямолинейная, очень часто не доводит. Но, тем не менее, соблазн настолько велик бывает, что... Ты хотя и знаешь, что это не самая правильная стратегия, но ты, тем не менее, следуешь этому. Это у многих шиматистов есть. И в этом плане видишь, как мы видим, не исключение. Да, как ни странно. Хотя он и очень опытный, но, видимо, он уже очень, что называется, устал, нервничает. Такой ход-то роль Б1? Конь Д2. Конь Д2. Ну, правильно, черные надвигают пешки. Наверное, белые сейчас начнут как-то ладей Е1 и по линии Е сдваиваться, потому что... Надеюсь, разменять ладей, да? Да, да, надеюсь, разменять ладей. Где-то при случае коня поставить на Е4. Ладей 1, ладей 8. Логично, да. Ну, хотя бы одну ладью, потому что при случае там где-то можно вообще и мат получить, иначе белым. Или А4 будет меняться. Тут выбор у черных. Либо А4, либо Ладей 8. Мне так кажется. Ну, что встается к одному и тому же. Может, сам после где-то... А, вот единственное, что после А4, может быть, есть пайционная угроза А3 и Б4 выключить слона вообще из игры. Ну, это непонятная угроза, да? Не знаю. Не уверен. Не уверен. Не уверен. С3 он там включится. С3 слонка на Б4, на Д4 получит в поле. Ну, в любом случае, всегда белый мод пойти к РБ1. В общем, что сказать. Вот это последний шанс Бориса. А он любит, я знаю. Ну, в нормальной обстановке он любит играть с небольшим преимуществом, без всякого риска. Нет, ну, это многие люди. Ну, он очень сильно вообще проводит эти решающие партии. То есть, он собирается. И я не думаю, что Ананду так легко будет. Ну, мы по этой партии, видимо, что ему уже не очень легко. Ну, Ладья Е8. Я бы сыграл, наверное, скорее всего. Да, я думаю, что примерно так. Чтобы 1-2 поменять. А4 уже очень хочется поиграть. В принципе, черные могут издать белым сдвоиться по линии Е, а сами попробовать пойти Ладья Ц8 и слонов 8 отступить, когда белые сдвоятся. Да, единственное, что будет какая-то все-таки контр-игра начнется. Какая-то может просто все-таки поица носит немножко метершпильный характер. Ну да, а у чего? Продолжение следует...